Добрый день, дорогие телезрители! С вами я, Ольга Серёдкина, и это программа «Модный прогноз». На сегодняшний день мода явления актуальная, и поскольку человек является существом социальным, ему необходимо соответствовать тому окружению, в котором он находится. Дизайнеры постоянно в поиске новых тенденций и трендов, а человеку важно оставаться стильным и модным, ведь в современном мире внешний вид играет важную роль. Новогодние праздники закончились, начались трудовые будни, а слабая половина человечества, как и всегда, хочет выглядеть стильно и привлекательно, даже на работе. И сегодня речь пойдет о брюках как неотъемлемой части делового стиля. Какие тенденции нас ждут, узнаем прямо сейчас. Итак, в моду вернулся стиль 90-х. Актуальными будут широкие брюки свободного силуэта. Они могут быть прямыми по всей длине, либо широкие из пластичных тканей. Придать силуэту более деловой вид можно с помощью блузки монохромного джемпера, пиджака, либо жакета. И уже в таком виде можно вполне отправляться на работу. Ну а что, если вас неожиданно пригласили на свидание? Для создания вечернего образа можно дополнить брюки топом и блендером из яркой ткани, соответствующими аксессуарами и, конечно, вечерним макияжем. Но обувь на каблуке гармонично завершит ваш образ. Брюки клеш будут также актуальны в этом сезоне. А вот уже весной и летом этого года в моду войдет стиль диска, вещи в стиле фатуризма из блестящих тканей, поэтому парочку брюк и жаккарда все-таки стоит приобрести. И, по мнению дизайнеров, модами будут два цвета – золотой и серебряный. Но что касается сильной половины человечества, то необычайно богатый выбор стоит у мужчин. Среди фасонов брюк они могут быть широкие, расцешенные, прямые, зауженные и даже узкие. Остается сделать выбор, что больше по душе. Безусловно, многое остается от классики. Дизайнеры гармонично сочетают стили и ткани, делая модный акцент именно на брюках. Ну и что касается цвета, актуальны будут все оттенки синего и красного цвета. Если вы предпочитаете одежду в постельных тонах, тогда обратите внимание на пудровые цвета. Фаворитом всех дизайнеров стал серый цвет, а ультрамодным будет коричневый – от темно-шоколадного до песочного цвета. И сейчас коротко о том, что происходит в мире моды сегодня. В Лондоне завершилась неделя мужской моды. В течение четырех дней британские дизайнеры представляли свое видение будущей зимы. Дизайнер Джонатан Андерсон представил свою коллекцию в стиле спортшик, а вот коллекция Кристофера Кейна была посвящена автомобильной тематике. На показе же Бёрбери Бейли представил различные варианты верхней одежды. Он предлагает мужчинам будущей зимой носить пальто из шерсти, даффлкоты, объемные парки и классические тренчи. А вот модный дом Сен-Лоран меняет свою географию. Вместо традиционного Парижа премьера будущей коллекции будет проходить в Лос-Анджелесе в любимом городе креативного директора бренда Эдди Слимана. А вот в Нью-Йорке в районе Бруклина сам Карл Лагерфельд снимает новую рекламу весенне-летней коллекции Шанель, для которой были приглашены топовые модели Мика Аргонорас и Линесси Монтера. Ну а вот в Париже завершилась неделя высокой моды, в которой принимала более 20 модных домов. Россию представляло два дизайнера Ульяна Сергеевка и Юлия Янина. На этом у меня все. С вами была я, Ольга Середкина. Будьте модными и не бойтесь экспериментировать.